Столичный цирк в Караганде. Маленьким жителям шахтерской столицы гости продемонстрировали акробатические трюки, пластический этюд, а также представления с далматинцами. Искусством шоу наслаждался и наш корреспондент. Столичный цирк просто поразил собравшихся зрителей своей искрометной, зажигательной и просто блестящей программой. Даже взрослые, не стесняясь, восхищались артистами. Что уж говорить про детей, которых среди зрителей, конечно же, было большинство. Дарья Абдулхасова продемонстрировала свое искусство в воздухе. К данному номеру она готовилась около двух лет. Это вообще была идея нашего самого первого тренера Талгата Альчакенова. Он мечтал такой номер создать. И, конечно, немало трудов мы вложили. Наслаждался творчеством столичного цирка и 10-летний роман. Сюда он приходит с удовольствием. Мечта романа – стать известным дрессировщиком. Мне больше всего понравилось представление, где две девушки дрессировали голубей, а они катались на шару. Моя любимая мечта – это попутешествовать по миру и дрессировать животных. Акробаты, клоуны, гимнасты, животные. Практически в программе любого цирка такие номера присутствуют. Но мало кто может похвастаться таким мастерством, как столичный. А ведь в репертуаре цирка есть уникальный номер. Это русская палка. Братья Азизовы продемонстрировали свое творчество на высоте 6 метров. Этот номер заключается… Необычность его в том, что выполняются отрывные трюки акробатические. На высоте 5-6 метров с приземлением обратно же на эту палку. Она шириной всего лишь 20 сантиметров. Необычность в том, что нужно выпрыгнуть на такую высоту, скрутить элемент и обратно приземлиться. Приземлиться сложно. В шоу работают и заслуженные артисты, и совсем молодые ребята. Вот, например, дрессировщица Айгирим Тлегенова. 23-летняя Айгирим еще студентка вуза. Однако уже работает в основной программе, и ее номер с далматинцами имеет неизменный успех. С далматинцами, ну, они вообще трудно подаются дрессоре. Ну, я думаю, это от дрессировщика зависит. Как ты направишь собаку, она так и пойдет. Ну, они такие гиперактивные. Именно я только с далматинцами работаю, поэтому. Бывают другие собаки. Более умнее, быстро, талантливые, сразу схватывают. А далматинцы такие, им надо играть с ними, без конца бегать туда-сюда, чтобы им это было интересно. Не заставлять их, чтобы они сами работали самостоятельно, без никаких причин, чтобы они нормально, хорошо отработали. Как отмечают столичные гости, в ближайшее время они представят юным жителям города еще более интересную программу. Так что ждем премьеры. Мирангуль Салкимбаева, Боржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.